Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, расставаясь с молодым человеком, инициатором был он. Причина расставания была в том, что он больше ко мне ничего не испытывает. При этом попросил меня научиться плавать, оставить все его вещи у себя. Прошло две недели, он мне пишет о том, что хочет остаться со мной в хороших отношениях. Как-то стал проявлять намеки, что он вернется. Я хотел это обсудить, но не получилось. Не смогла. Мы провели отлично время, он заботился обо мне. Комплименты делал, с подругами он так себя не ведет. При этом предлагает списаться завтра. Смотрел на меня, как раньше глаза горели. В итоге я узнаю, что я лишь друг, ему плевать на меня. Он снял ротовые очки, увидел во мне недостатки и разлюбил, и больше со мной будущее не видит. Я просил ему передать, чтобы он больше не писал, мне какой бы повод не был. В итоге меня поздравил с днем рождения, у него какие-то эмоциональные качели, и я хочу выбраться из этого. Ну что же, ваш запрос более чем хороший. Для этого вам нужно начать консультироваться, и я думаю, что так или иначе вы из этого выберете столько вопросов. А из чего из этого? Вот вы пишете, что, значит, причина расставания была в том, что больше ко мне ничего не испытывают. В целом у меня сложилось ощущение, Полина, что вы на первое место ставите то, как относится к вам именно мужчина, а не вы сами. У вас-то к нему какие чувства? Вы-то к нему чего чувствуете? Вы чего хотите по отношению к нему? Конечно, расставание – это драма, особенно если в отношениях мы были долго. И ваши чувства, такие как обида, злостесные и понятные, их нужно выразить и прошить. Вот. Но вы пишете о том, что он, значит, говорит, что хочет создаться у меня в хороших отношениях, и стал проявлять намеки, что вернется. А уверены ли вы, что это были действительно намеки, а не ваше желание? Вот. Вы пишете, что вы хотели это обсудить, но не получилось, не смогли. Почему? Дальше. Мы провели отличное время. Кто мы? Может быть, вы, Полина, провели хорошее время? Как-то бы как это проявлялось. Вот вы пишете, что он заботился обо мне и комплименты делал. Хорошо. Но это то, что делал он. А что делали вы? С подругами он так себя не ведет, при этом предлагаю записаться завтра. Смотрел на меня как раньше, глаза горели. А может быть и так. Может быть и нет. То есть я могу предположить, что вы видите то, что вам хочется. Могу предположить, что у человека действительно меняется настроение и меняется какое-то эмоциональное состояние. Если это так, то связано это либо с его особенностями, либо с вашими отношениями. Вот. Потому что, ну, очевидно, что к вам у него некая симпатия осталась, но быть в отношениях он больше не хочет. Что говорит о том, что его, ну, что-то тяготит, что-то тяготит. В итоге узнаю, что я лишь друг, ему плевать на меня. Ну, вот интересно, как вы это говорите, друг на меня плевать. Ну, на друга не плевать как раз. То есть я, опять же, рисую предположить, что вот если вас говорят обида и вас это задевает, что человек не видит с вами будущего. А если вас задевает то, что с вами человек не видит будущего, то речь идет о том, что вы сами как-то не очень уверены в своем будущем, испытываете, вероятно, по этому поводу тревогу и хотели бы большей определенности. Только для того, чтобы у вас была большая определенность, нужно, во-первых, расставить приоритеты, что для вас важнее. Во-вторых, изучить свою систему ценностей, если ее нет, сформировать ее. И учиться доверять себе. То есть прислушиваться к своим реакциям, своим чувствам и смотреть, как можно их выражать. Да? Вот. Вы пишите, он снял розовые очки, увидел во мне недостатки и разлюбил. Ну, не совсем понятно, как это все происходило. Не кажется ли вам, что это как-то очень странно, резко и, кроме того, как я понял, вы это узнали у третьего лица. Почему вы не доверяете этому третьему лицу? Больше со мной будешь его не видеть. Я просил ему предать, чтобы он больше не писал, какой повод не был. А почему? Почему человек не может с вами дружить? Может быть, дело не в его эмоциональных качелях, как вы говорите, а дело в вас, в том, что вам больно, в том, что вы чувствуете себя обесцененной в этой ситуации. Но ведь молодой человек может с вами расстаться. Да, конечно, это грустно. Это грустно, когда отношения заканчиваются. Это не радостное событие и грустить по этому поводу абсолютно нормально. Но если вы чувствуете, что вас это прямо обесценивает, то дело здесь не в молодом человеке и не в том, что он с вами расстался. Дело здесь в вашей низкой самооценке. Дело здесь в том, что вы сами себя обесцениваете и тогда, и отношения с молодым человеком, и сам молодой человек призваны для того, чтобы вы себя лучше чувствовали. То есть вы зависимы от него. Вот с этой зависимостью нужно работать, чтобы вы были более автономны и самостоятельны. Так, в итоге он меня поздравил с днем рождения, у него какие-то эмоциональные качели, я хочу выбраться из этого. Из чего? Пока что, пока что, мне показалось, что речь идет о надежде. Мне показалось, что речь идет о надежде, мне показалось, что речь идет о том, что мужчина дарит вам надежду вот своими такими действиями. Вот, человек дарит вам надежду. И когда эта надежда не оправдывается, вам больно. Я понимаю вас, я понимаю, но за надеждой, как правило, кроются наши потребности. Какие потребности у вас? Понимаете, на мой взгляд, если у вас есть чувства к молодому человеку, то вы заинтересованы в том, чтобы ему было хорошо. Если молодой человек решил с вами расстаться, значит, так ему будет лучше. И вот, ваша надежда, это ведь не про чувства к нему. А это про то, чего вы хотите для себя. Что вам нужно. Ну, и вы пока что это связываете только с молодым человеком, но хорошая новость в том, что это совсем не обязательно. Не обязательно связывать свои потребности с кем-то одним. И вот этому тоже может вас научить специалист. Ну, психолог, то есть. Поэтому, вот, обращайтесь. Сначала нужно будет прожить вам ваши чувства по расставанию. Потом разобраться в себе, вот. А дальше уже формировать модель поведения. И постарайтесь ответить на вопрос, да, вот как вы связываете то, что вы друг и то, что ему плевать на вас, а вам на него. К сожалению, к сожалению, по вашему тексту больше получается, что молодой человек вас не очень-то сильно интересует. Я имею в виду как личность, как тот, в ком вы заинтересованы. Для кого вам хочется что-то делать. Вот есть такое ощущение. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.